Есть пломбы, есть коронки, то есть люди достаточно, скажем, если это там человек может за 25-30-35, то есть что-то доделали, пломбы доставили. Здесь гигиена. Все то же самое, снова, если нитка где-то рвется или где-то зацепляется и не вылазит, то есть просто вы пробуете, она вот зацепилась, оборвалась и все. То есть не надо себя насиловать, то есть это либо неправильно сделано или стоит коронка, или неправильно сделано или стоит пломба. То есть, соответственно, вот этот нависающий край, который образуется, он цепляет, рвет нитку. В этом случае снова что делаем? Найдем к врачу-стоматологу, делаем снимок, смотрим, что там не так и исправляем то, что неправильно сделано. Итак, щетку я рассказал, нитку я рассказал. То есть что еще относится к гигиене? Это посещение стоматолога. Как часто? То есть основной вопрос. Снова, исходя из того, что мы кушаем и что туда входит, и насколько, скажем так, люди, которые пьют кофе, чай, курят, насколько вот это все быстро прилипает, налипает и достаточно сложно снимается, мой личный совет это раз в полгода. Почему? Потому что за полгода, в принципе, при адекватной гигиене не успеет сформироваться камень. То есть достаточно будет простой полировки, там методом Airflow, воздушная полировка, абразивная. То есть когда снимается весь налет, снимается все, сразу полируются зубы. Вот. И, в принципе, этого достаточно. Вот. Если дольше раз в год делать, то, в принципе, уже есть, скажем, не везде, но уже есть камень. То есть это создает дискомфорт и пациенту, и, скажем так, уже и длиннее, и достаточно более неприятно. Вот. Вот раз в полгода этого достаточно. То есть что делается при профгигиене? Если есть зубной камень, снимается зубной камень. Вот. Еще один аспект хочу сказать. То есть ультразвуком снимается только зубной камень. Вот. Почему я это акцентирую? Потому что иногда на зубах, там, курильщиков, кофеманов и фанатов чая есть плотный-плотный налет. То есть вот он уже такой достаточно плотный, вроде бы и камень, но это плотный налет. И его начинает снимать ультразвуком. То есть он размазывается по зубам. Ультразвук достаточно, скажем, создает волну. То есть иногда при хрупкой, тонкой эмали он может только повредить. То есть поэтому камень снимается ультразвуком. Все остальное снимается либо Airflow, Airflow это воздушная полировка, либо щетками-пастами, вот, либо какими-то абразивными шариками, еще чем-то. Почему ультразвуком не снимать? То есть можно снять, да, я видел случаи, когда это снимается. Но просто, если вы начнете зуб ультразвуком, там, на протяжении 3-5 минут со всех сторон стукать, и это повторите раз 5 или 10, поверьте, этот зуб будет в трещинах. Какой ультразвук не был. То есть это уже доказано и проверено. Снимать налет ультразвуком, ну, мне кажется, это такое чувство. Вот, поэтому это первое. Итак, ультразвуком снимается камень. Налет снимается, уже щетка пасты, то есть абразивная паста с теми же добавками, то есть это не та абразивная паста и щетка, как мы думаем. То есть здесь уже, скажем, более, ну, как бы это грамотнее и проще сказать, наверное, более насильственным методом для зубов по сравнению с простой чисткой зубов дома происходит. Вот. То есть что в идеале должно быть? Все поверхности, то есть не должно быть камня. Все поверхности зуба должны быть чистыми. Вот, между зубами, что делает врач. То есть он ультразвуком проходит то, что можно. Там, где плотные контакты, к сожалению, ультразвук ни один не пройдет. То есть делается санация нитка. Если что-то цепляется, после нитки туда идут специальные штрипсы. И вот все промежутки между всеми вашими зубами, врач при профгигиене, он должен их пройти. То есть прошел ниткой, значит, все чисто так, хорошо. Если этого недостаточно, то есть берется штрипсы, снимается весь налет, все камни, все удаляются. То есть чтобы, даже попросив простую зубную нить, спокойно могли пройти все промежутки. То есть нигде ничего не застревает, все прекрасно. Есть люди, у которых от природы промежутки между зубами. То есть у них вот эта проблема контактного кариеса. То есть вот не стоят зубоплотно, нет между ними контактов. У них проблема, скажем, контактного кариеса. И она может быть, но практически ее нет. То есть, скажем, и пользование ниткой там тоже можно попробовать. Но вот сколько наблюдал, поверхности чистые. То есть может быть камень на лед так на зубах, то есть он в любом случае будет. А промежутки, вот просто промежутки чистые. Где мой маркер. То есть получается стоит один зубик, здесь есть небольшой промежуток, здесь стоит второй зубик. То есть у них нет контакта между зубами плотного, из-за этого, соответственно, и исключается контактная кариеса. Вот. И все. Вот профессиональная гигиена. Если вы этого не делали, если вы не ходили и никогда не чистили зубы, профессионально, только, скажем так, своими силами, мой вам совет, почистите зубки, возьмите зубную нить, купите, приобретите, или если она у вас есть, то валяется, достаньте. Попробуйте пройти промежутки, и скажем так, если вы гладко все пройдете, прекрасно, если где-то у вас будет рваться нитка, или возникнут трудности, просто сходите на консультацию в плане гигиены, и попросите, чтобы врач посмотрел, то есть надо или не надо. Все скажут, что для любого врача скажут, что надо, даже если ничего нет. Возможно, и так это очень легко проверить, есть гигиенический тест, колор-тест. То есть, когда на зубы наносится раствор, там, цветной, цветной, то есть есть зеленый, там, красный, любой, потом вы, или таблетка в стакане разворачивается, вы берете, сполоснули рот, вот, после колор-теста, как нанесли, то есть снова сполоскиваете чистой водой, если это таблетка, растворенная в стакане, то прямо этим раствором, потом чистой водой сполоснули, берете зеркало, и врач вам может зеркало показать, то есть там, где есть налет, там, где есть камень, все это окрасится. Вот, соответственно, контроль качества сделанной гигиены, просто повторить этот же тест, снова наносится раствор на все зубы, вы сполоснули чистой водой, вот, прополоскали, посмотрели, если нигде вот этот колор-тест не остался, то есть поверхности чистой, он нигде его нету, все прекрасно, то есть гигиена сделана хорошо, и, скажем так, каких-то претензий уже дальше нету. Вот, если плохо, то снова окрасится, либо, если не прошли промежутки, штрипсы они почистили, окрасится промежутки, если где-то остался налет или на зубах, снут мне с наружной стороны, тоже вы это увидите. То есть колор-тест это банально, но качество видно сразу, это первое слово. Сейчас меня, как кизомаркер кариеса, многие возненавидят, многие имеют в виду мои коллеги, но по-другому видно нельзя, потому что я уже объясняю, рассказываю, я вижу помбы, я вижу чистку, которую делали месяц назад, а ее как бы то ни делали. То есть есть отдельные люди, да, у которых, то есть у меня были такие пациенты, вот мы почистили, проходит месяц, пациент ко мне возвращается, там продолжит лечение, там какой-то другой причине, я смотрю, опа, почему, сложно мне объяснить, причем очень хорошо все вычищали, убирали камень, полировали зубы, то есть вроде бы не к чему, но, значит, либо по ашварту, либо какой-то другой механизм срабатывает, что зубы покрываются определенной, скажем так, либо пленкой, либо что-то еще, что вот все равно остатки пищи, все прилипает достаточно активно. Но, поверьте, это единицы, то есть я за 8 лет два случая таких видел, больше не было. Вот, в остальном случае, скажем так, гигиены достаточно хватает. Вот. Итак, по поводу чистки утром-вечером, по осчеток я кратко рассказал, по поводу нитки рассказал. Вот, снова вернусь к молочным зубам, то есть у детей, если вы сделали профилактику, скажем, кариеса молочных зубов, запечатали фиссуры, контактный кариес, к сожалению, тоже есть. Ребенок сам контакта зубов пойти не может. То есть, ну, я не видел детских волосов, я не видел там, чтобы, да, то есть есть гигиена, скажем так, то есть даже в детской стоматологии контакты проходят, используют вот методику. Ну, если у вас получится, вашему ребенку, то есть тоже раз в неделю, там, начиная с, я не знаю, с двухгодичного возраста, и хотя бы до лет четырех, пока вот челюсть не начнет расти, когда уже между молочными зубами будут промежутки, там, раз в неделю, раз в две недели вот прочистить эти контакты, то есть вы исключите тем самым, то есть калиес молочных зубов, контактный калиес молочных зубов. Почему? Потому что снова вот этого контакта не будет, то есть вы будете вычищать, потому что есть контакт, прилипает налет по периметру всего контакта, то есть вот если посмотрим точка контакта между зубами, она может быть большой, маленькой, плоскостной точечкой, но что происходит? Остатки налета собираются вокруг, собираются, собираются, и больше, 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 потом он окаменел, все это камень, то есть есть контакт два здоровых зуба, но вокруг камень, вот это пространство, которое между ними, оно уже закрыто, замкнуто, то есть так же, как когда фиссура у нас есть, сюда забилась еда, она замкнута, и там начинается тот же кариозный процесс. Итак, если мы будем раз в неделю, или два раза, там, раз в две недели, для детей, я не знаю, то есть хотя у них амальслар более там проницаем, более слабая, то есть вот этот контакт ниткой чистить, чтобы здесь не собирался ни налет, а потом не образовывался камень, соответственно, вот вам, пожалуйста, то есть этого достаточно, чтобы не было контактного колеса. Вот, но думаю, по поводу гигиены, это так, как часто, то есть если есть камень, образуется камень, как часто его снимать, то есть в идеале гигиену надо делать раз в полгода, то есть тогда это минимальный срок для камня, для образования камня, достаточно снять вот тот налет, который образовался, то есть без ультразву, когда более щадящими методами, это и быстрее, и дешевле, вот, и все. То есть и заодно у вас, как бы, будет профилактика, то есть врач посмотрит все ваши зубы, контакты, появилось где-то что-то или не появилось, и плюс вы получите, скажем, полную уверенность, что дома вы ниткой встанете, и все спокойно, хорошо пройдет. По поводу камня, как часто его снимают, но если он образует, то есть если вы будете раз в полгода делать, там, простую полировку, шлифовку и прохождение контактов, то есть там, либо эфлой, либо еще что-то, то я думаю, до камня не дойдет. Если вы раз в год появляетесь, или еще чаще, то, да, к сожалению, каждый визит вам придется снимать камень. Но, снова, я не утверждаю, что 100%, то есть есть предрасположенность, нет предрасположенности, то есть у кого он образуется, он будет образовываться, то есть есть люди, у кого скажут, так, то есть я вот вижу, он никогда не был, и, ну, и зубки чистые, и гигиена достаточно, то есть, да, есть в некоторых местах, скажем так, подощетки не совсем удобно достать, это восьмые зубы, седьмые зубы в конце, вот, или там человек правша, вот ему на правую сторону хорошо, лево почистить, а то, то есть вот отдельные элементы, то есть, но все равно они есть, то есть мелочные, да, вот, поверьте, проще, скажем так, сделать адекватную гигиену, чем потом лечить тот же калийс и все остальное. Ну что ж, я думаю, по гигиене, про щетки сказал, про пасты сказал, чистку зубов я тоже рассказал, для чего нужна зубная нить флост, я думаю, очень, достаточно популярно объяснил, то есть и понятно, вот, и для чего надо ходить к стоматологу, на профессионную чистку тоже. Даже если это просто будет осмотр, там и какие-то манипуляции, то есть, ну, поверьте, это будет только лучше. Ну что ж, я думаю, на гигиене мы сегодня закончим, информация вот должна быть, как бы, достаточно понятная, если будут вопросы, да, я буду рад на них ответить. И в следующей части, в третьей, уже поговорю о калийсе. То есть, если вы, скажем так, смотрели первую часть, и сейчас вот досмотрели вторую часть, и это все сделали, то, ну, до третьей можете не дойти, а если дойти, то там очень случайно, это иногда. Но если бы, вот, не было профилактики молочных зубов, не было профилактики постоянных зубов, профилактики кариеса, достаточно плохая гигиен, и уже, когда мы доходим до кариеса, то есть, начинаются уже достаточно такие глобальные, серьезные вмешательства, которые, скажем так, не всем приятны, и, соответственно, они материально тоже не очень приятны никому. Вот, поэтому помогите своим детям, знакомым, близким, друзьям, у кого есть маленькие дети, то есть, подскажите, что посмотреть, как посмотреть, то есть, чтобы они знали, как уследить за зубами именно в этот период, как сделать грамотную профилактику, и как уберечь себя от кариеса и проблем с зубами на будущее. Просто скажу одну золотую истину, если у вас заболел зуб, и вы идете к врачу с болью, значит, вы опоздали. Если зуб лечится до появления болевых эффектов, любых, значит, все в порядке. То есть, зубы не тот орган, который должен болеть. Вы не должны, то есть, человек не должен знать, что такое зубная боль. И вот, чтобы он этого не знал, надо все делать вовремя, и все делать достаточно грамотно. И надо знать. То есть, вот к чему я пришел, что из-за того, что мы не знаем, как это грамотно сделать, мы позволяем сделать, что попало, и потом порой от этого страдаем еще больше. Ну что ж, меня зовут Василий, я врач-стоматолог, и думаю, на гигиене сегодня закончим, и в следующий раз пообщаемся по кариесу. Всего доброго и до встречи!